Проблема с радиатором? Решение есть. Радиаторы Строн. Гарантия 3 года или 80 тысяч пробега. Премиальное качество, доступная цена и установка без проблем. Ссылка на сайт в описании. Привет, друзья! Данное видео должно было выйти в начале осени, но, как всегда, все идет не по плану, и, скорее всего, вы увидите его уже зимой. Сегодня у нас будет тест видеорегистраторов. Ну, не простых видеорегистраторов, а комбо-устройств. Это видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор. А конкретно у нас будет представлены 7 моделей. А именно... Это RoatGit Premiere 3, Incar SDR40, RoatGit X9 Hybrid, Neoline XCOP 9300C, Daocam Combo, RoatGit Optima и Inspector Atlas. Я специально выбрал устройства в разной ценовой категории, как дорогие, так и дешевые устройства, для того, чтобы вы могли для себя выбрать по качеству, по различным функциям, либо по цене. И, может быть, вам понравится какое-то устройство более бюджетное, но те функции, которые оно будет выполнять, вас вполне устроит. И поэтому мы и сделали такие тесты. И для того, чтобы данный ролик был для вас максимально полезным, я разыграю в конце этого видео одно из устройств. Так что, приятного вам просмотра и участвуйте в розыгрыше крутых видеорегистраторов. Одной из самых главных функций радар-детектора, это, соответственно, обнаружение, детектирование тех самых камер видеофиксации. Но не всегда все устройства работают корректно. И не хочется, чтобы ваш радар-детектор там пиликал у вас там на стекле и спускал лишние сигналы. Хочется, чтобы он работал корректно. Но есть такие камеры фиксации скорости, которые не испускают никакого сигнала. И здесь уже радар-детектор не поможет. Тут вступает в игру GPS-информатор. В его базу данных заложены все координаты всех камер, которые могут вам прислать штраф. И, соответственно, он уже будет в нужный момент выдавать ту информацию у вас на экране, которая вам пригодится для того, чтобы не попасть на ту самую камеру. Для того, чтобы проверить все устройства, нужно их установить на лобовое стекло. Но так как их в нашем тесте сегодня 7 штук, я буду их проверять поочередно, устанавливая по несколько штук. Чтобы слишком много не занимали место на лобовом стекле, ну и было безопасно передвигаться. Установили и проехались по различным местам, там, где есть камеры. И сняли с каждого устройства некоторые показатели. ROADGID Premiere 3. Отличное качество дневной и ночной съемки. Что приятно, угол обзора 170 градусов. Есть Wi-Fi и мобильное приложение. Можно просматривать видео прямо с телефона. Сигнатурная технология, которая позволяет отлично детектировать камеры видеофиксации. Хорошая чувствительность радарного модуля. Срабатывает заблаговременно на большом расстоянии. У него есть ежедневное обновление бас-камер. Оптимальный размер экрана 3 дюйма. Вот что мне нравится, это современный разъем питания Type-C. Можно даже мой Samsung подзаряжать. Магнитное крепление, и это хорошо. Легко снимается и легко надевается. Поворотный кроншей на 360 градусов. Внутри стоит суперконденсатор. И есть в комплекте CPL-фильтр. Incar SDR 40 Tibet. Очень маленькое устройство, но, на мой взгляд, коробочка совсем дешевая. У него есть собственный плеер, который называется Incar SDR. Который позволяет просматривать записанные видео и отслеживать местонахождение авто. Есть суперконденсатор. Комплектация, конечно, не сильно богатая. Но к такому устройству, конечно, есть и ложка дегтя. Отсутствие сигнатурной технологии. И отсутствие Wi-Fi. Конечно, в 2022 году, я так думаю, присутствие Wi-Fi – это немаловажный бонус. Поддержка карт памяти только до 32 гигабайт. Я вставил туда 64, и она не писала. Пришлось искать поменьше. Крепление не магнитное, только на присоске. Качество записи ниже среднего. RoadGit X9 Hybrid. Компактное устройство, довольно-таки легкое. Как это скажется на его качестве. Комплектация богатая. Очень много, что есть внутри. Так, посмотрим, что он может. Как и у его собратьев по RoadGit, у него очень хорошее качество дневной и ночной съемки. Также есть сигнатурная технология. Радарный модуль работает неплохо. Оповещение срабатывает заблаговременно. Широкий угол съемки и наличие Wi-Fi. Также у данного устройства суперконденсатор вместо обычного аккумулятора, что позволяет этому устройству работать при высоких температурах и в сильный мороз. Неолайн X-Cope 9300C. Комплектация довольно простенькая. Есть только крепление и питание. У данного устройства есть сигнатурная технология и рупорная антенна. Качество записи у него ниже среднего и отсутствует Wi-Fi. Соответственно, база камер не будет обновляться. Доокам Комбо. Компактное устройство. Здесь есть все, что нужно. В коробке очень хорошая комплектация. Есть вторая камера. В устройстве присутствует GPS-информатор. Заблаговременно уведомляющий о стационарных камерах. Радарный модуль работает отлично. Один из первых предупреждает о камерах с радарами. Есть Wi-Fi. А значит, можно пересматривать видео через телефон, а также обновлять базы данных. Кстати, базы данных камер обновляются ежедневно. Крепление магнитное, что очень удобно. В комплекте есть CPL-фильтр, который убирает все блики. Это очень хорошее преимущество. Высокое качество дневной и ночной съемки. В целом, устройство мне очень понравилось. RoadGit Optima. Наверное, это и будет оптимальное устройство. Но сейчас посмотрим. Из преимуществ высокий уровень дневной и ночной съемки. Также есть сигнатурный радар-детектор. У него стабильная работа функций записи и детекции радаров. Вот что хорошо, то что ежедневно обновляются базы камер. Есть Wi-Fi и мобильное приложение. У него поворотный кронштейн на 360 градусов. И, на мой взгляд, демократичная стоимость для такого набора функционала. То есть, есть все, и цена средняя. Единственное, что мне не нравится, что крепление не магнитное. Только на присоске. Инспектор Atlas. Это сигнатурный радар-детектор. В целом, неплохое устройство. Есть функция электронной картографии e-map. Наличие Wi-Fi и мобильного приложения. Оптимальный размер экрана 3 дюйма. Магнитное крепление. Поворотный кронштейн на 360 градусов. Но я бы, конечно, сказал, что он весьма громоздкий. Ну, слишком уж большое устройство. И один из минусов то, что крепление только на 3М-скотче. То есть, мое все-таки мнение, что я хотел бы выбрать. Либо крепить на скотче, либо крепить на присоске. База камер обновляется раз в неделю. Ну, хотя бы обновляется. Качество видео достойное. В целом, очень хорошее. Соотношение с ценой и качеством. Так как он у нас самый дорогой в тесте. Для такого огромного устройства экранчик могли бы сделать побольше. Что касаемо функционала, то, что есть и чего нет, я внес все в одну сводную таблицу. Можно будет остановить и посмотреть, что есть в каждом из устройств. И выбрать для себя то, которое вам действительно пригодится. Не во всех устройствах есть CPL-фильтр, который убирает блики. Не у всех есть суперконденсатор, Wi-Fi и магнитные крепления. Ну, и базы камер обновляются по-разному. Ну, и по качеству видео я также точно отметил. Какое устройство лучше для вас, вы выберете сами. А я, как и обещал, разыграю для вас одно из устройств. Это у нас будет RoadGit X9 Hybrid. На мой взгляд, отличное устройство, которое выполняет все функции радар-детектора, видеорегистратора. Ну, вообще, комбо, отличное комбо-устройство. Тут даже есть Wi-Fi. И условия, чтобы выиграть данное устройство, очень простые. Первое. Нужно подписаться на наш телеграм-канал, где я и объявлю, когда начнется прямой эфир розыгрыш данного приза. И второе. Присутствовать на прямом эфире. То есть, в телеграм-канале я объявляю, через час, там или через два будет прямой эфир. И вы заходите в прямой эфир, и там будут все условия абсолютно. Вы будете присутствовать, и вам там я все расскажу. Именно в прямом эфире. Так что, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал и выигрывайте подобное устройство. Мы уже на своем канале разыграли огромную кучу устройств. У нас были и видеорегистраторы, и джамп-стартеры. Призы получены всеми, кто их выиграл. Спасибо, друзья, что участвуете. И в этом розыгрыше я вам желаю удачи. Выиграть это крутое устройство. Спасибо, друзья, что смотрели. Спасибо, что оцениваете данное видео и пишите комментарии. У нас на канале еще будет много интересного, так что не забывайте подписаться. Обязательно устанавливайте себе какой-никакой видеорегистратор, для того, чтобы было меньше спорных вопросов на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте добры на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok